С большим удовольствием открываем очередную у нас здесь филателлистическую выставку. А всегда они предельно интересны, потому что уникальные совершенно предметы под названием марки выставляются. Более 140 марок и 30 почтовых блоков из 30 стран мира. Уникальность данной выставки в том, что эта коллекция охватывает период с 1961 года по 2022. Некоторые марки были выпущены не просто в год, но даже в месяц первого полета человека в космическое пространство. Редкие экземпляры для экспозиции предоставили известные рязанские филателлисты Владимир и Алексей Туарменский. Это не только страны Восточного блока, которые, естественно, проявляли особое внимание к нашей космической программе, но также зарубежные страны, африканские, которых мы бы вообще не заподозрили в интересе к космонавтике, к Юрию Гагарину. Ну и есть даже одна марка непризнанного государства – это республика Кабинда, область в составе Анголы, которая имеет правительство в изгнании. В музейной витрине целая история освоения космического пространства, которую начал наш соотечественник. И именно поэтому мы должны помнить Юрия Гагарина, напоминают филателлисты школьникам, пришедшим на открытие экспозиции. В данном случае важно то, какое наследие Гагарин оставил после себя в филателлии. Поэтому марки упоминают и интеркосмос, как международную систему космических проектов, которая стала возможна благодаря тому, что Гагарин первый полетел в космос. Эти марки упоминают также и советскую космическую программу, и современную российскую космическую программу. Это все продолжение той истории освоения космоса, которая началась с этого полета в 1961 году. Каждая из марок – историческое свидетельство того, как в разных странах мира выказывали уважение первому космонавту. На большинстве экспонатов первопроходец изображен в профиль, на других космонавта нарисовали ванфас со своей знаменитой гагаринской улыбкой. Хотя есть и уникальные марки, рассказывают филателлисты. Некоторые из них освещают элементы частной жизни, семейной жизни Гагарина, которые малоизвестны даже у нас в стране. Так, например, одно из африканских государств выпустило марку, на которой представлены семейные фотографии Гагарина с женой и с дочерьми. Те фотографии, которые изображают его в скафандре или со своей знаменитой гагаринской улыбкой, конечно, тоже есть. А еще на открытии рассказали интересные факты о Юрии Гагарине. Так, например, первой полученной его наградой после космического полета стала медаль за освоение целинных земель. 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Гагарин приземлился на поле колхоза имени Шевченко в одной из деревень недалеко от города Энгельса. Удивленный председатель колхоза вручил ему награду в день приземления. Хотя положение о медали не предусматривало награждение тех, кто не работал на целине. Но ведь, с другой стороны, космос – это же тоже целина. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».